В первую очередь прошла трагедия, хочется пособолезновать родным, близким, тех, кто Лёша Тараса знал. Тяжелая ситуация, мы не были прям как-то так близко знакомы, но автоспорт это достаточно такой небольшой, узкий круг ограниченных людей. И понятно, что мы встречались там на соревнованиях, на каких-то обсуждениях жизни и событий вокруг автомобильного спорта. Поэтому в любом случае Лёхе вчера или позавчера исполнился 21 год, перспективный пацан, очень быстро ездил, отец как мог поддерживал и давал возможность развиваться. Непонятно, кто сидел за рулем, потому что то, что осталось от автомобиля, тут уже никто не расскажет, как было на самом деле, почему была такая высокая скорость, откуда ехали. Но я не полицейский, чтобы оценивать ситуацию, но уверен, что не должно быть так, чтобы тонули мастера спорта по плаванию, чтобы разбивались люди, занимающиеся автомобильными гонками. Все аварии на свете имеют две причины. Это превышение разумных для данных условий эксплуатации скорости и переоценка собственных возможностей, как водителя. Здесь налицо и то, и другое, потому что пишут сейчас в интернете про тормозной путь 70 метров. Машина ехала боком 70 метров. Это же не тормозной путь, это просто следы от скольжения автомобиля и колес на дороге. Это не тормоза. И я бы категорически хотел отметить, что практически все соцсетях говорят о том, что это были опытные гонщики. Тарас был штурманом Бори Ганжи. И штурман – это человек, который не ездит за рулем. И поймите правильно, Даниэль Ильина, почти десятикратный чемпион мира, штурман Себастьяна Лёба, он бы в чемпионате Украины в десятке за рулем не приехал, он умеет на скорости 200 км в час диктовать стенограмму, говорить, куда ехать. Но он не понимает, что происходит с рулем. Это все равно, что приравнивать летные навыки командира корабля, налетавшего 10 тысяч часов, и стюардессы этого экипажа, которая тоже налетала 10 тысяч часов. Она очень важная, если у экипажа, без нее никуда в пассажирских перевозках. Но она, если ей дать от самолета ключи, показать, как заводится, она не сможет взлететь и тем более сесть. Поэтому Лёша был неопытный пилот, но подающий надежды перспективный ему был 21 год. Если он садел за рулем, не дай бог, это переоценка своих возможностей. Утро раннее, перепад температуры, место с очень неприятным трамплином, там что уходить направо и ехать на киквиза, что уходить под мост. Не зря там раньше всегда стоял, ну не стационарный пост ГАИ, но уже место было прибитое гаишниками, и все люди, которые ездили там больше, чем два раза, знали, что под этим устом тебя поймают за превышение, накажут и сбрасывались. И, возможно, в каких-то обстоятельствах нам бы неплохо было вернуть практику вот этих вот видных и очевидных выставленных постов с радарами, потому что мы не можем контролировать скорость людей. Вариант мог быть такой, что люди ехали достаточно быстро по Бориспольской трассе, откуда они ехали, или по проспекту Бажана, переехали в Южный мост. Дорога очень длинная, прямая, относительно прямая. Но в наших раллийных записках там был бы поворот, который называется 1-1, единица с таким же точно там доворотом, длинная. Это требует в спорте очень серьезных навыков правильно заехать в этот поворот, поставить его на дугу и остаться. Но это спорт. И мы давным-давно не ездим в обычных условиях, так как бы ехали в спорте. Я сюда ехал из Киева 5 с лишним часов, ехал себе свои 90 км в час на бусе, и никуда особо не тормозился. Мы находимся с вами во Львове. И раньше были времена, когда я бы сюда, наверное, долетел часа за 3,5, и все бы дымило, горели тормоза, покрышки, сердце, пульс 200. Но я считал бы, что я герой. Это было еще во времена, когда только-только Украина стала независимой. Сейчас с возрастом и опытом понимаешь, что ты ничего не выигрываешь на самом деле. А цена ошибки, самонадеянности какой-то, а я не сомневаюсь, что там имело место. И ошибка, и самонадеянность. Мне очень грустно, что это произошло. Мне очень жалко родню ребят, мне очень жалко пацанов. Но была и ошибка, и самонадеянность. Она привела к летальному исходу двух людей. И слава богу, что не победит кто-то еще. Что они могли улететь не в опору столба, а, как это произошло в свое время с Игорем Пелохом, на встречную полосу, кувыркаться, попасть в какую-нибудь легковушку, в которую ехала семья с детьми. И вообще бы не понимал, откуда все пролетело. Поэтому я хочу, чтобы каждый сделал из этой истории вывод. Каким бы ты ни был спортсменом, перспективным, с навыками, на обычной дороге все мы просто люди. Когда ты занимаешься каратэ, это не повод выйти из спортзала и начать всех бить, потому что ты каратист. Или в шторм от того, что ты чемпион мира по плаванию, прыгнуть в океан или в море. Потому что тонуть в стакане воды. Поэтому здесь мы все просто обычные люди. Ездим, живем и не отсвечиваем. Вот так это и надо воспринимать.